Здравствуйте дорогие мои друзья, Raspberry выпустила новый модульный ноутбук под названием P-Top. Данное устройство создано для того, чтобы пользователь не только мог самостоятельно обновлять его начинку, но и имел возможность одновременно изучать код и электронную составляющую, подстраивая железо ноутбука под свои текущие задачи. Ранее Raspberry уже пытались выпустить ноутбук-конструктор, для этого компания собирала пожертвования. Но, к сожалению, не все пошло так гладко. Первый вариант получился не очень удобный, не очень красивый, но свои задачи данное устройство в принципе могло выполнять. В этот раз Raspberry приняли к сведению прошлые наработки, устранили их, точнее прошлые наоборот баги, а после этого представили свою новую разработку. Цена данного девайса будет всего лишь 99 долларов. Наверное скажете, блин, да на кой хрен такой компьютер, он же еще не x86, наверняка это ARM. Совершенно верно, это ARM. Внутри будет тот самый Raspberry Pi. Но не все играют в Ведьмак 3. Во многих странах третьего мира, бедных странах, которые пережили войну, понимаете, нет денег для закупки какого-то дорогого железа. Даже AMD-шного какого-нибудь A4 или самых дешевых Intel, да? А вот подобные устройства вполне сойдут для очень-очень многих задач. Модули электронной начинки и системы охлаждения расположены под клавиатурой, которая очень просто сдвигается вниз, благодаря чему пользователь самостоятельно и буквально на лету может что-нибудь подключить. У Pitop нет болтов, вместо них используются магнитики, которые окажутся очень кстати, если владелец решит применить на практике идущий в комплекте набор изобретателя, состоящий из дополнительной платы, светодиодов, микрофона и датчиков движения. Такой ноутбук пригодится для начинающих программистов или же ребенка. Набор изобретателя позволяет обучаться с помощью приложения Pitop Coder, включающего в себя три режима. Работает Pitop на собственной операционной системе Pitop OS Polaris. Естественно, это операционная система GNU Linux, в которой предустановлены Google Chromium, LibreOffice и Minecraft P-Edition. Это специальная версия игры Minecraft, только на архитектуру ARM. Точнее, просто оптимизирована под данные девайсы. По своей мощности данный девайс вряд ли сможет тягаться с ноутбуками под управлением операционной системы Windows, точнее x86 ноутами. Зато его легко подстроить под себя, оснастить дополнительными подключаемыми модулями, в том числе и внешними. Расширив таким образом его функциональность и продолжить обучение. Цена за базовую модель Pitop составляет 285 долларов. Выше в статейке я читал, что 99. Видимо, 99 у нас по сути это совершенно голый девайс без ничего. Топовая же конфигурация обойдется чуть дороже. 320 американских долларов. Не, ну ребята, я вам честно скажу, спасибо, что, конечно, крутой конструктор, интересная операционная система в коробке. Но за 320 зеленых можно на авито купить себе неплохой потасканный, в принципе, компьютер. Не говоря о том, что уже можно с Алиэкспресс заказать довольно мощный ноут на x86. Со мной многие согласятся. Какую операционную систему можно установить на данную устройство? Естественно, сейчас будут ноги ржать. Это операционная система PIDORA, знаменитая, которая как раз для Raspberry Pi разрабатывалась на основе Fedora. Потом специальная версия Debian под Raspberry Pi. Это RISC OS. Классическая операционная система. Далее, да, в принципе, любой порт Linux под ARM туда подойдет. Но, естественно, и сама PIDOP OS, что является тоже операционной системой на ядре Linux с очень интересной графической точки. Ну вот, вся новость, в принципе. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.